18 студентов Наринмара десантировались в окружную полицию. Это учащиеся Ненецкого профессионального училища, социально-гуманитарного колледжа и Ненецкого аграрно-экономического техникума. В столице округа в эти дни уже в шестой раз проходит всероссийская акция «Студенческий десант». Поездка на полицейском триколе и экскурсия по технопарку окружной полиции – такая возможность у норинмарских студентов случается только раз в году, в преддверии празднования Дня российского студенчества. Ну очень понравится. Покатались только на триколе. Спускались. Очень понравилось. Сейчас вот будем плавать. Вот. Так нам будут показывать абонирование. Это всегда интересно. Заинтересовывает подростков, таких как я. Таких как Александр собралось 18 человек, по 6 студентов от каждого учебного заведения Норинмара. Учащиеся уже успели посетить музейный уголок окружной полиции, а также узнали все о поступлении в высшие учебные заведения в системе МВД России и прохождении службы в органах внутренних дел. Затем дружно отправились в поселок Искателей для знакомства с работой ГИБДД. Участие в акции «Студенческий десант» для учащихся учебных заведений Норинмара – это хорошая возможность познакомиться с работой полицейских, понять специфику и различные нюансы службы в органах. В рамках акции у них есть возможность получить кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел, в частности у нас в управлении МВД России по Нинскому автономному округу. Также мы проводим для них обзорные экскурсии по подразделениям. То есть студенты получают представление о том, чем и как занимаются конкретные подразделения в управлении. Продолжилась акция «Студенческий десант» в бассейне Дворца спорта «Норд», где команды студентов соревновались между собой. Решил поучаствовать в этом году в студенческом десанте. Мне довольно-таки это понравилось, потому что я узнал много нового о полиции, поучаствовал в соревновании по плаванию. Соревнования в рамках акции «Студенческий десант» продолжатся волейболом и мини-футболом. Это, конечно, привлечение молодежи к занятиям спорта. Это пропаганда здорового образа жизни и, наверное, популяризация того, что все сотрудники у нас, они все занимаются спортом и должны быть физически здоровы, физически выносливы. И поэтому у нас проходит такая спортакяда. Впереди у студентов еще три дня, чтобы продолжить знакомство с работой стражей правопорядка. Награждение победителей и чаепитие в управлении пройдут 25 января. Непосредственно в главный праздник для студентов. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, Телеканал Север.